Конечно, я хочу, как и в прошлом году, перестрелять и мать, и Оливера. И снова мы здесь, с нами Александр Семенов, и мы поговорим о Арисунте. Приближается Арисунт Скорпена Кап. В прошлом году ты уже принимал участие в этом соревновании. Ну да. Расскажи, как все прошло? Честно, я особо как бы и не планировал там выступать. Просто, когда ты планируешь выступать на каких-то соревнованиях, надо хотя бы заранее приехать, обнырять акваторию, понять, что там, как там. А получается так, мы прилетели, да, нас привезли на остров. Я одел костюм, меня вывезли на, не знаю, на час на воду, да. Ну, просто нырнуть, отгрузиться. Была жуткая течка, я там что-то куда-то нырнул, где-то что-то стрельнул, гарпун зацепился. Ну, в общем, посмотрел, я все понял, что все понятно, все будет весело. Я прикинул, что если на соревнованиях будет такое утечение, то есть я как-то, я вообще не понимал, как охотиться в такую струю. Потому что струя была, ну, сумасшедшая в тот момент, когда меня вывезли на воду. Но в день соревнований как-то все, все пошло хорошо. Течения с утра не было, солнышко было, рыба была. Как бы, да, на самом деле, такие соревнования. Остался довольным. Чем они отличаются от других соревнований, которые проходят? Ну, на самом деле, смотри, ситуация такая. Если брать какие-то там соревнования местного уровня, да, местного уровня, то они проходят, то есть каждый там какие-то свои правила выставляет, какая-то местная федерация, либо еще что-то. Если брать соревнования международного уровня, там какие-нибудь там чемпионат Европы, и там чемпионат мира, да, там есть конкретные четкие правила, там массовские правила. Здесь что-то среднее Здесь получается так Соревнования один день Команда из трех человек Один спортсмен всегда в лодке Два ныряют Такого нет нигде То есть Они постоянно чередуются Один управляет лодкой, а два ныряют То есть это не так, что у тебя Как на международных соревнованиях У тебя, грубо говоря, своя лодка Свой лодочник и свой судья в лодке И ты, грубо говоря, как бы ни говорили Какие-то командные, некомандные Это все соревнования личные Потому что каждый, ты сам работаешь на себя А здесь все-таки получается какая-то команда Поскольку один закрыл Пять рыб категории, пять рыб по треске Значит у второго больше времени остается И его везут в самые Оставшиеся перспективные точки Чтобы он тоже успел закрыть категории Чтобы команда все-таки Поднималась в рейтинге вверх То есть тут и лично, и командные соревнования И самый кайф того, что здесь Охота абсолютно разной глубины Здесь, если ты знаешь рэки Там на каких-то на 28-30 метрах Ты будешь туда нырять, ты там возьмешь рыбу Если ты знаешь, где после ночевки Остановилась рыба и спит То есть там на 6 метрах, на 5 метрах Ты можешь и там набить рыбу То есть тут главное понимать И главное правильно выстроить стратегию И очень классно, что каждый вид рыбы Лимитирован там допустим К определенным количеством особей То есть там 5 тресок, 5 камбал 5 каменных камбал 5 лососей, еще чего-то В общем ну такие интересные соревнования Реально очень интересные Это самые холодноводные соревнования Ну получается, что из таких масштабных Грубо говоря, международных соревнований Да, они получаются в начале сезона В самом начале сезона Открытие Ну грубо говоря, открытие сезона получается Потом на эти соревнования уже зарегистрировано 80 спортсменов По-моему 24-26 команд Причем там будут спортсмены Ну весь север будет Швеция, Дания, Финляндия, Норвегия, Латвия Даже с Италии будут спортсмены Поэтому туда приедет весь север Приедет 80, грубо говоря, самых сильных спортсменов Поэтому да, это будет интересно 80 человек это много В этом году ты участник Да, опять же С какой командой, в какой команде ты выступаешь? Ну в прошлом году я выступал за команду Скорпена В этом году я выступаю за команду Скорпена Там еще был Оливер Зиферт и его отец Вильям Зиферт Я выступал с ними В этом году остался я, остался Оливер И к нам примкнул Матьки Пикко Какие надежды, планы На Матьки? На вас всех троих, вы же команда Ну да, ну у нас как бы Матьки самый старший, самый опытный Оливер самый молодой, самый перспективный Но ты давно знаком с Оливером и Матьки Да То есть командный дух у вас будет преобладать? Командный дух? Я думаю, все равно в любой команде преобладает дух соперничества Даже между собой? Конечно Конечно, Оливер хочет перестрелять меня и Матьки Конечно, я хочу, как и в прошлом году, перестрелять и Матьки и Оливера Конечно, Мать хочет перестрелять всех и быть первым Саша, в чем будете нырять? Как ни парадоксально, будем нырять в скорпионских костюмах В каких пока еще не решили, потому что у нас как бы выбор большой Не знаю пока, в каких будем нырять, но это будет костюм семерка по-любому Может быть штаны пятерка, не знаю Арбалет будет, 90-й будет арбалет В принципе, каждый спортсмен, ружье это настолько индивидуальная вещь Он подгоняет себя, под себя каждое ружье Но я, все мои рабочие ружья, это скорпионаты Меня как бы на 100% устраивает Меня эти ружья не подводят И я из них хорошо стреляю Тогда до скорой встречи и удачи тебе До скорой встречи в Арисунде, спасибо